здравствуйте уважаемые коллеги переход на дистанционное обучение многих из нас заставил что-то пересмотреть в своих курсах изменить задания освоить какие-то новые инструменты работы но в частности активно включиться в работу в вебинарах при этом постоянно продолжаем общаться с студентами в чате преподаватель который прокладывает свой путь через дистант к настоящий момент наверное накопил уже достаточно много слова собственных сложностей собственных лайфхаков которыми каждый из нас может поделиться сегодня мне хотелось бы рассказать вам о своем опыте комбинирование двух инструментов которые я использую для решения задач в рамках сразу нескольких своих курсов первый инструмент это вебинар это может быть вебинар непосредственно в муду это может быть конференция в зум это не имеет абсолютно никакого значения и интерактивная доска ли но лину лишь один из представителей семейства интерактивных досок я использую и поэтому собственно именно ее и буду описывать и так буквально сегодня у нас с ребятами со студентами четвертого курса был вебинар в рамках дисциплины архивы и архивное дело в зарубежных стран странах ребята по разному подключаясь к вебинару кто-то по видеосвязи кто-то формате аудиоконференции ну а кто-то предпочитает общаться в чате и вот как вы видите в чате достаточно много реплик в таком случае когда студенты по разному принимают участие в вебинаре сложно достаточно оценивать активность каждого студента и сложно понять а что же каждый из студентов вынес для себя по итогам обсуждения и вот для того чтобы каким-то образом финализировать нашу работу в формате вебинара я попросила ребят сделать небольшое задание с использованием интерактивной доски ли но сразу скажу что для каждого из ребят это был первый опыт из работы с помощью этого инструмента я сделала небольшую заготовочку вот этот желтый стикер в центре на котором написала основные вопросы которым ребят нужно ребятам нужно ответить но я их не ограничивала ни в количестве знаков которые должно быть в их ответах не в том как они должны формулировать свои мысли мне хотелось чтобы они максимально по-своему ответили на эти вопросы как вы видите ребята достаточно активно включились в работу все оставили отзывы все оставили свои комментарии в виде стикеров многие даже по несколько комментариев они достаточно разные у кого-то более или менее краткий у кого-то прям развернутый ответ но важно то что во первых у ребят не было абсолютно никаких сложностей в освоении этого нового для них тоже инструмента но во вторых все они успешно справились с выполнением задания почему мне нравится этот инструмент чем не нравится ли на доска ну во первых мне кажется что она визуально приятно и мне очень нравится идея вот этих вот стикеров фиксации собственных мыслей на стикер потому что с одной стороны стикер ну как бы настраивает на такой неформальный лад работы а с другой стороны мы понимаем что стикер это достаточно небольшое пространство и пытаемся более или менее тезисно формулировать свои мысли в краткой но при этом емкой форме вот эти вот стикеры которые вы видите на экране это абсолютно то же самое что может видеть любой из ребят когда он когда они переходят вот по этой ссылке то есть не могут видеть не только свои собственные ответы как это бывает случаях когда у ребят индивидуальное задание они например сдают его в мудл ну и ответы других ребят более того могут каким-то образом реагировать на ответы других студентов ну например приклеивая новый стикер к тому высказыванию которое их заинтересовало я еще потом немножечко подробнее расскажу каким собственным образом это делается вот как я уже сказала работать с помощью интерактивной доски очень просто мы заходим на сайт ли на точка ком видим вот такую панель перед собой ну и создаем новую интерактивную доску все что нам нужно сделать это присвоить ей имя выбрать цветовую гамму если мы хотим чтобы все могли публиковать свои стикеры нужно выбрать вот эту соответствующую опцию здесь можно оставить все без изменений ну и наконец а сохранить результаты наших манипуляций все после этого после этого доска готова к работе как я уже говорила использование ее очень простое для того чтобы прикрепить новый стикер к доске его просто нужно перетащить из панели в правом верхнем углу в то место доски где мы хотим расположить свой стикер набрать текст при этом можем оставить например хэштеги если есть такая необходимость можем изменить цвет можем текста можем изменить размер ну и поиграть с цветами самого стикера после этого нажимаем кнопочку пост и все стикер оказывается прикрепленным в том месте где который мы для него выбрали если это место нас по каким-то причинам не устраивает очень легко просто перетаскиваем стикер помимо вот таких вот текстовых стикеров мы можем также оставлять также прикреплять картинки можем прикреплять видеозаписи ну и оставлять ссылки на какие-то другие ресурсы для того чтобы убрать стикер достаточно просто щелкнуть здесь по галочке отлепить стикер и стикер исчезнет кроме того можно копировать стикеры из одной доски в другую для того чтобы не перенабирать информацию несколько раз размеры вот этого поля они фактически не ограничены мы можем перемещаться по нему просто перетаскивая курсор ну или же например воспользовавшись соответствующей рамкой полем вот здесь я надеюсь коллеги что мой опыт может оказаться кому-то полезным успехов всего доброго до свидания